Субтитры создавал DimaTorzok Мы обсудили общие подходы по вопросам, которые наиболее часто сейчас встречаются в выборном процессе. В частности, очень много сигналов поступает по явлениям массового подвоза на участки, заполнение формы 2, по вопросам противодействия подкупу граждан, по вопросам противодействия административному ресурсу. Мы обсудили общие подходы, взаимнообмен информацией, координацию действий и, конечно, обязательно оперативное информирование общественности. Координационная группа оперативного реагирования, состоящая из правоохранительных органов и избирательной комиссии, создана на всех уровнях комиссии. На общем республиканском совещании было дано поручение еженедельно проводить совещание и давать пресс-конференцию для информирования населения о проводимых работах во время избирательной гонки. Было дано поручение еженедельно проводить соответствующие совещания оперативного плана и после них давать регулярные пресс-конференции для того, чтобы информировать граждан о принимаемых мерах по сигналам, которые поступают. Каждый четверг будут проходить совещания координационной группы и каждый четверг будет проводиться пресс-конференция для информирования о принимаемых мерах. На каждом из 2420 избирательных участках будут обеспечивать общественный порядок от двух до пяти правоохранителей. Также оказывать им содействие будут и сотрудники других ведомств, таких как таможенная служба, налоговая инспекция и служба по борьбе с экономическими преступлениями. На сегодняшний день зарегистрировано уже 88 различных нарушений. На сегодня в целом зарегистрировано 88 фактов различных нарушений, проступков, преступлений, по которым органы внутренних дел проводится соответствующая проверка. По подтвержденным фактам принимаются соответствующие решения и по неподтвержденным фактам они сокращаются с производства. Реагируем мы сейчас по сообщениям в интернет-пространстве, то есть в средствах массовой информации. Основная реакция сейчас идет по ним, а таких крупных заявлений пока еще не поставляем. Напомним, 4 октября в Кыргызстане состоятся парламентские выборы 7-го созыва. За места в парламенте поборются 16 политических партий. Правоохранительные органы и Центральная избирательная комиссия просят граждан соблюдать закон и не поддаваться провокациям, а кандидатам соблюдать все рамки агитационной кампании, предусмотренной законодательством Кыргызской республики.